Дорогие друзья, по вашим многочисленным просьбам мы по-прежнему, к сожалению, в Москве, где куча людей, а я не люблю людей, вы все прекрасно знаете, и мы продолжаем дегустировать разные доставочки от популярных личностей. Почему от популярных? Потому что вы, блин, просите, я не знаю, честно, мне абсолютно пофиг, если какой-то музыкант сделал свою доставку. Мне абсолютно пофиг, если какой-нибудь актер сделал свои чебуреки. То, что они должны быть хорошими, ничего они никому не должны. То, что человек хорошо, хороший певец ртом, это не значит, что он понимает в еде. Но почему-то футболисты, актеры, продюсеры, бойцы там ММА, блин, рэперы, все лезут в общепит. Я вам честно признаюсь, я хотя бы кулинарный блогер, и как бы я чуть-чуть хотя бы понимаю в общепите, но я не понимаю, почему туда лезут певцы и всякое такое. С другой стороны, все эти люди это популярные медиаперсоны, они надеются, как и я в том числе, за счет своего имени, за счет своей харизмы и за счет своего инфополя, своих соцсетей, мгновенно свой общепит, назовем это так, неважно ресторан это или кафе, раскрутить. Я это понимаю, я это прекрасно понимаю, но все зависит от тех людей, которых они нанимают. То есть, если ты хорошо разбираешься в людях и можешь нанять в команду профессионального шеф-повара, профессионального пищевого технолога, лучшего баристу, стырить из другого ресторана, увеличив ему зарплату в полтора раза, то у тебя будет классное заведение, ты там лучшего дизайнера, интерьер, чики-пики. Потому что сам человек, сам по себе, кто бы он ни был, неважно киберспортсмен, ведущий или что, ты киберспортсмен или ты ведущий, ты в ресторанном бизнесе не выкупаешь. Но иногда, иногда у них получается очень и очень достойно. Сегодня мы проверим, что же получилось у Алексея Костылева. Читаю. Алексей Костылев, одна из самых ярких личностей в мире киберспорта в медиапространстве. Креативный директор мультигейминговой организации Na'Vi. Ууу, знаю этих чуваков. Основатель сервиса доставки Ninja Sushi. Это все, что нам интересно. А еще он блогер с аудиторией 140 тысяч подписчиков. Это интересно, где 140 тысяч подписчиков? В Инстаграме, может? Ну, не важно. Человек с масштабными целями, разноплановыми увлечениями и большими перспективами. Сколько нужно заплатить, чтобы про тебя в статье написали, что ты имеешь масштабные цели, разноплановые увлечения и большие перспективы? Мне недавно в инсте такие чуваки писали, которые хотели сделать про меня статью. Но мне они сказали всего 15 тысяч. Ну, то есть можно дать на лапу? Конечно, конечно. Потому что Дудь тебе скажет, типа, ты сколько зарабатываешь, ты говно, да? Но объективная журналистика, она такая. Когда про тебя в статье пишут, что у тебя большие перспективы, они, сука, откуда знают? Ну, что ты обосрешься, там, банкротишься через 2 месяца. Но я люблю погамать в игоры. Вот, поэтому, как бы, респект чуваку за то, что занимается всякого рода геймингом, стримингом и прочим. Обожаю, блин, поиграть в Quake Champions, в контрушечку побегать и в Warzone в последнее время тоже шикарно заходит. И только Enlisted ненавижу. Не важно, во что я, короче, играю. Штука вот в чем. Получилось у него сделать свою сушильню или нет? Вот в чем вопрос. И это мы сейчас проверим. Москва, Йокаламане, дорогое место. Собственно, обещали за час сорок, привезли за полтора часа. У него брендированный пакет Ninja Sushi для истинных ценителей. Да, я, конечно, понимаю, что если что-то херово, короче, смотрите. Если ты публичная личность и ты, типа, своим ником или именем назвал свою доставку, то вы должны понимать, если кто-то меня смотрит из блогеров, у тебя будет там шеф-повар, пищевой технолог, администратор, бухгалтер, все вот это, HR, все у тебя будет. Но, если что-то идет не так, всех не ловишь ты. Короче, потому что всем насрать, как обосрался. Никто не знает у его повара. Даже если он там шестизвездочный, условно говоря, мишленовый чувак, проработавший в индустрии 40 лет. Имя твое письки сложат на тебя. Это так работает в медиапространстве, но я не уверен, справедливо это или нет, но бог с ним. Полтора часа просто приехал вот такой вот пакет. Аккуратно запакован, видим, что ничего не протекло. Давайте смотреть. Я всегда вот так вот обрываю пакеты, для того, чтобы вы сразу увидели всю картину, как же оно приехало. Вот такая вот сборка, отличная, идеальная. Я вижу, что холодная внизу, теплая наверху. Это значит, что люди сделали правильно. Холодная, тартар какой-то, или что бы это ни было, с сырым лососем. И здесь что-то теплое. То есть, по крайней мере, упаковано это очень хорошо и правильно. И сумма нашего заказа составляет 5200 рублей. Никаких шуток, помимо того, что ты за это платишь, Сережа, я не придумал. Поэтому минутка спонсора. Друзья, когда ты взрослый, тебя начинают пугать абсолютно другие вещи. Типа, атомная война, ну, окей. Зомби-апокалипсис, ну, а зомби и зомби, что бубнить-то? Ремонт квартиры, нахрен так пугать-то? Я чуть инфаркт не схватил. Ремонт квартиры, полегче с такими словами. Как понимаешь, что на всех этапах нужно выбирать материалы, ругаться со строителями, красить, шпатлевать. И везде обман, везде задержки. Про косяки я даже не говорю. Просто руки опускаются. Вариант есть. Сервис ремонта угол, где все сделают за вас. Нарисуют дизайн конкретно для вашей хаты. Организуют все работы, организуют все закупки. Проконтролируют работы и сделают вообще все. А ты просто приходишь и принимаешь готовую квартиру. Вот смотрите, проект и ремонт по нему от угол. Все четко один в один. Цена фиксируется на старте. Никаких доплат сверху. Кстати, грамотное планирование это первый шаг в ремонте. Поэтому вот вам промокод обломов 20 на скидку в 20% на тот самый дизайн проект. А примерить эскиз дизайнов 3D по промокоду можно всего за 1550 рублей. Сервис питерский, но с августа уже принимают заказы и по Москве. Добавляйте в закладки. Короче, ты ремонт заказываешь как пиццу, просто по интернету. И следить за всем можно онлайн. Гарантия 2 года. Все по договору. Ссылка в описании. Огромное спасибо спонсору, что за все это заплатил. Посмотрим, что же ниндзя представляет. Ладно, здесь все идеально. Просто убираем. Посмотрим на комплектацию. Срань господня. Я думал, что это горячее блюдо, а это часть комплектации. Ниндзя. Мазафака. Это куда? Это ж... Это ж... Это ж... Это ж... Это... Не. Понятно. Ничего не написано. Но понятно, что маленькие это васаби. Побольше это имбирек. На кой хрен столько соевого соуса. Мы брали комплектацию на шестерых. Это куда столько макать-то вообще. А это что? Кешью? Брондированное ниндзя суши. Это собачий корм. У них был пункт при заказе. Есть ли у вас кошка или собака. Я тут думала, что есть собака. А-а-а-а. Тут на чеке мы думали, что за херня, короче. Там было, короче, написано, у меня есть собака. Мы такие... Ладно. Они... Я офигел такой, я нюхаю. Это собачий корм. Кстати, если кто-то не в курсе, то единственная проблема собачьего корма в том, что он не соленый. Невкусно. Если присолить собачий или кошачий корм, то становится, на самом деле, достаточно хорошая закуска под пиво. Это знают все студенты. Но здесь я не знаю, что это за собачий корм. Наверное, какой-то дорогой. Его совсем немного. Собака бы полакомилась. Спасибо за такую заботу. Хотя это немножко странно. Соевого соуса до хрена. Просто до хрена. Комплектация. Шесть палок. Единственная проблема в том... Это что такое? О, как это мило. Вы посмотрите. У них есть подставочки под палочки. Опять же, небольшая проблема, что выглядят они как тотальная херня. Подожди. Или это не подставочки? Это... Вы что, издеваетесь, что ли? Окей, такую херню я вижу первый раз в жизни. Маш, ты знаешь, что это? Это для тех, кто не умеет есть палочками. То есть, человек заказывает суши, и он не умеет есть палочками? Я думал, что это сначала подставка. Знаете, когда ты палочки кладешь на дощечку. Это реально херня для тех, кто не умеет есть палочками. Либо тогда я не знаю, что это. Это оно. Да это оно. Ладно. Знаешь, я не буду их щемить. Потому что... Круто. Чувак, я не знаю. Мне кажется, что это круто. Это круто. Единственное не круто, это как это все выглядит. Просто прозумь. Посмотри на качество изделия. Качество литья просто сосет яйца. Но оно работает. Смотрите. Бэм, бэм, бэм. И типа ты такой оп, оп. Короче. И смотрите. Ты нифига не умеешь. Такой оп. Умеешь. Оп. Умеешь. Ладно, пофиг. Нам это не надо. Ладно. Респект или дизреспект за это? Респект. Респект. Пускай будет респект. Окей. Давайте начнем. По-быренькому посмотрим на еду. Потому что тут ничего сложного нет. Васаби есть, имбири есть, все есть. Суши есть, палки есть. Салфеток очень мало. Привезли за полтора часа. Вопрос в качестве еды. Хорошая тема заключается в том, что у ниндзя суши, у этого чувака, Костылева или как его, там нет ни пиццы, ни вот всякого херни. То есть он не путает свою сушильню со всякими бургерными. Давайте посмотрим первую позицию. Это запеченный ролл. Выглядит он неплохо. Он выглядит, я бы сказал, даже отлично. Превосходные шапочки. Ничего, не слипшаяся. Запеченность идеальная. Небольшие микро-микро-микро пригаринки. Вот здесь вот. Все, что нужно пожелать. Должно весить 300 грамм. Стоит 720 рублей. Весит 324, но это с учетом вот этой всей штуковины. Давайте, оно продолжит крутиться, а я налью немножко соевого соуса прямо сюда. Вот так. Так, соевый соус нормальный. Не самый дорогой, не самый дешевый. Среднего рода соевый соус. Однако, 700 рублей за запеченный ролл. Давайте посмотрим, что же у него в попке. Серега, что там? Да, на краба похоже. На краба похоже. Окей, пробуем. Очень сбалансировано. Мягко, кремово, нежно. Но, чрезвычайно не хватает какой-то особенки. Остро на полтора из десяти. Мягко на восемь из десяти. Сливочно, крабово, но нету... Это хорошо. Это прям... Это дорого. Но это хорошо. Но не за что ухватиться, понимаете? Не за что. Я даже не знаю, как вам сказать. Если вы вот это купите и съедите, вам... Окей. Давай, Серега, попробуй одну. Просто попробуй одну. Просто попробуй, скажи. Вот. Вкусно, невкусно? И вот у тебя, как сказать, зацепится за что-то, не знаю... За что-то. Мысль, скажем так. Ну, это вкусно. Ну, да. Но, понимаешь, у нас в Питере есть куча мест, где вот это можно взять за типа 450. Нет, это Москва, поэтому здесь 700. Нет, потому что типа... Ну, какое-то... Ну, простенькое, кстати. Ну, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Мне хватает, я не очень большая любитель острова. Окей. Вот это зацепится, например, за кунжут, зацепится за... Типа оно такое... Вкусно? Вот, 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 вот я про это. Но никаких, не знаю, докопаться не до чего. Это хороший, отличный запеченный роу. Просто чё бы туда вот так, оп, добавить чего-то такого, чтобы он вспомнился завтра, что, оп, заказать бы еще такой же. Понимаете? А так это отлично, это хорошо. 760 рублей, 330 грамм. Да, граммовочки есть. Феликс с креветкой. Феникс? Феликс с креветкой. Бедный котик, они все-таки сделали. Они все-таки сделали из него ролл. Ну, давайте посмотрим. Еще раз. Идеально собрано. Тяжелая штуковина. Внутри прямо наполнено. Креветки навалено. 100% такая же история. Авокадо, креветка, рис. Все есть. Все великолепно. Все нежно. Ролл большой. Один человек может таким наесться. Но зацепиться, это больше не сообщение мое подписчикам. Заказывают вот эти, по крайней мере, два блюда. Заказывать тут можно. Это хорошо. Это сообщение, наверное, самому этому пацану или его шеф-повару. Придумайте что-нибудь, блин, таких роллов в Питере. Ну, ладно, я хотел сказать тысяча, но не тысяча. Несколько десятков, наверное. 20, например, мест, где делают так же. Вкусно, нежно, сочно, баланс, великолепно, идеально. А хочется такое заведение, где вот ты попробовал и такой потом о нем вспоминаешь. Блин. Это может быть не для всех. То есть, это, например, может быть супер острая шаверма. Но ты находишь свою аудиторию, и она к тебе прилипает. Это очень хорошо, но ни о чем. Нечего вспомнить. Помимо того, что это очень хорошо. То есть, без базара смело можно сказать, это хорошо. Прям, я бы сказал, даже канонично хорошо. Следующий ролл у нас называется Итачи. Вспоминаем Наруто. Отлично. Бабушка Цунады, как ее звали? У них есть ролл Бабушка Цунады? А, отстой. У него были большие перспективы у Бабушки Цунады. Но, как всегда, одна и та же хуйня с доставками. Одна и та же хуйня раз за разом. Они делают ролл. Он каждый раз, блядь, определенного размера. И он, сука, это пахнет трюфелем, точнее трюфельным маслом. Хотя, по-моему, здесь даже тертый трюфель есть. И половина, сука, вашего трюфеля, который стоит миллиард нефти, прилипает, блядь, к коробке. Это даже... Да, это вкусный трюфель. Это даже не претензия к этому ниндзе. Это претензия ко всем долбаным доставкам. Чуваки. Блядь. Ну, у вас ролл стоит 700 рублей. Крутая упаковка, разница между крутой и некрутой упаковкой, я знаю, у меня тоже есть общепит. Это типа там 40 рублей. То есть там 30 рублей стоит такая себе упаковка, да? А 70 рублей, крутая упаковка. Ну, хер ли, блядь, вы доставляете, прилепляя это, сука, крышкой вот так. Ну, еб вашу мать. Я ничью мать конкретно не имею. Это просто... Это междометие было. Я при всем уважении, я не быканул, если что. И видно, что аккуратно все. И авокадо, и креветка, и все дела. И все прекрасно. И все... Сука. 320 грамм здесь точно есть, да? 930 рублей, дорогая штука. Ну, вот я... Блин, я с Алиэкспресса за 700 рублей купил. У меня вот эта вот крутилка электрическая на батарейках стоит дешевле, чем этот ролл, который крутится сверху, если что. Ну, вы видите, ну, можно же было сделать аккуратнее. Можно было сделать по-другому. Можно было сделать класснее, правильно? Или нет? Ну, достаем. Ну, креветочка, ну, все дела. Типа окунаем в соевый соус, пробуем. Очень нежно, очень трюфельно. Прекрасный ролл. Да, он стоит почти штукарь. Но вот этот трюфельный соус, он прямо... Его хочется с крышки, вот с этой соскрести и слезать. Для тех, кто любит трюфель, великолепно. Креветка хрустящая. Это шикарно. Если бы это, сука, еще не прижали вот так вот сверху, это было бы 10 из 10. Базара нет. Давайте дальше. Фила. 320 грамм. 730 рублей. Здоровая фила, честно. Здоровая, яркая, сочная фила. То есть, я бы сказал, что даже посмотрите на слой рыбы. Серег, мне кажется, что это 700 даже в Питере бы стоило. Я реально, вот посмотрите, вот это сейчас к вам повернется. Вот это вот. В Питере вот так не кладут. Нет, они не могли знать, кому везут по одной простой причине. Мы сюда заселились типа 2 дня назад. Это съемная хата. Но прям здоровый слой рыбы. Пробуем. Это отличная Филадельфия. Если мы говорим, что она стоит 700 рублей, ну, в Питере, возможно, стоило бы 650. Рыбы до хрена. Огурчик с соломкой. Огурчик хрустит. Сыр. Не самый дорогой, но хороший творожный сыр. Не могу сказать, что я там саргазмировал. Это очень хорошо. Честно. Э, собственно, это сушеные. Даже взвешивать не вижу смысла. Ну, опять же, ну, вот че вам мешало неприливно? Что вам? Ну, купите, ну, вы коробочку на 10 рублей дороже. Ну, у вас там чек, наверное, средний под 2000 рублей. Ну, че вы жлобитесь на коробочке? Ниндзя, дружище, коробочки. Попроси их поменять коробочки. У тебя есть там управляющий, у тебя есть там человечек, который всем этим занимается. Твой доверенный чел. Я знаю, что есть. Потому что у меня тоже есть общепит. У меня есть такой же человек. Его зовут Вован. У тебя есть свой Вован. Напиши ему, чтобы коробочки сделали повыше. Ну, серьезно, лучше будет. Ну, реально, ну, прижимается сверху оно. Вот, чисто по-братски говорю. Я не знаю, имеет ли смысл взвешивать, но, например, стандартное сушеное у них с тунцом. Но, к сожалению, это самая стандартная сушеное с тунцом. 40, сколько? 43 грамма. Обычный совершенно тунец. Обычный совершенно лосось и вареная креветка. Сразу говорю, я даже не знаю, зачем это пробовать на камеру. Это просто самое абсолютно, вот эту начинку мы уже видели, обычное, стандартное наполнение для неплохой доставки суши и роллов. Вот и все. Но, опять же, достаточно дорого, потому что вот эта штучка называется ниндзя гребешок. И стоит 265 рублей. Это всего лишь гребешок мелко нарезанный. Пробуем. Это хорошо, но дорого. Ну и тартар из лосося с манго приезжает в стеклянные банки. Это классно. Вот, я не понимаю. Они тратятся на этикетки. Ну, здесь порвалась чуть-чуть, но пофиг. На банку стеклянную. Стеклянную банку. Но при этом все, что касается прижимания суши сверху контейнер на 5 миллиметров выше взять, я уверен, что есть такие контейнеры. Они этого не делают. Я не знаю почему. Давайте. Здесь должно быть 190 грамм тартара. Извиняюсь, что не суперсекс. Давайте я сейчас покручу его перед вами. Нет, я его вывалю сначала. 190 грамм тартара. Выглядит офигительно. Есть там 190, Серег? Да, есть. Даже больше 211. 211, все дела. Выглядит божественно. То есть, выглядит эротично. Выглядит свеже. Манго, ощущение, что мягкое. Да, это полностью доспелая манго. Это очень хорошо. Попробуем. Крайне достойный лосось. Крайне достойный соус. Доспелая, сочная, фруктовая манго. Это, короче, хорошо. Это, прям скажу, это хорошо. Не божественно. Я бы, например, сюда добавил мелко-мелко-мелко нарезанные чили. Но то, что это достойно, это 100%. Ладно, народ. Короче. Ниндзя суши в Москве можно ли заказывать? Да. Есть ли какие-то претензии? Я даже не знаю. Претензий, пожалуй, две. Одна объективная. Многие позиции просто прижаты собственной коробкой. Некоторые позиции достаточно дорогие. То есть, прямо скажем, дорогие. Но по меркам Питера. Для Москвы, наверное, это нормально. Та же Филадельфия. Это очень вкусно, но прижато. Это очень вкусно. И вообще хрен докопаешься до Филадельфии. То есть, я не знаю, насколько в этом участвовал сам пацан. Да, пацан. Парень. Мужик. Я не знаю, сколько ему лет. У меня просто 34. Я уже старый дед. На меня вообще можно болт забить. Но торгуя лицом, что это его заведение, он сделал достойно. Прямо скажем, достойно. Единственное, я бы на его месте заехал на своем там мерседесе Бентли Порш Каене к шеф-повару и поговорил бы, чтобы в каждое, в каждую позицию внести какую-то особенку, какую-то фишечку. Для того, чтобы человек, попробовавший один раз, вернулся именно сюда. А так, я не знаю, Серега, твое мнение, ты многое попробовал. Ты типа, оно такое же, как у тебя, даже знаю, какую-то фишку можешь сделать. Это просто соусом сверху каким-нибудь вкусным. Да, типа, типа, с соусом от шеф-повара, в хорошем смысле с соусом от шеф-повара, да? Ну, то есть, что-то, чтобы человек такой, о, блин, а я такого еще не встречал. То есть, нет ничего, с чем бы я не сталкивался. И такие роллы запеченные я пробовал. И Филадельфию, ну, красивый, отличный слой огромной рыбы, все классно. И сушки такие-то хорошие, большие, но самые стандартные, блин, сушки. А смешать лосося с манго, это, наверное, идея времен динозавров. То есть, это самая древняя вообще кулинарная идея, которая есть в плане японской кулинарии, да? Как-то выпендриться. Вот. Ну, салфеточек мало, да пофиг. Сделайте что-то прикольное. Всем, кто живет в Москве, смело говорю, можно ли заказывать из ниндзя суши? Да, это хорошо. Это, типа, сколько из 10, типа? Ну, если брать во внимание, кстати, насчет прикольного, вот эта штука с трыхленным соусом, то вот она, типа, 8 из 10 уверенно идет. Ну, да. Все остальное, типа, оно просто хорошее. Оно просто, типа, 7 и 8 такое, типа, 7 и 8. Учитывая, что 10, это амброзия богов. Выше 7. Не точно, то есть смело можно брать, ты не обломишься. С вами был славный дружебобломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх и нашему спонсору, ссылка на которого в описании.